Жители региона, которые вернулись в Мордовию, с московских заработков вновь пополнили коронавирусную статистику. Вместе с ними в больницы города поступают их родные. Только за последние сутки тест на ковид подтвердили у пяти приезжих и членов их семей. 10 человек из новых больных старше 60 лет. Антилидерами по заболеваемости остаются Саранский и Ордатовский район, где 82 человека с подтвержденным диагнозом. 50 из них зародились ковидом, побывав на похоронах. Всего заболевших в 592 человека 41 выздоровел. В стационарах Республики Мордовия находится 622 пациента. Из них 57 пациентов в отделениях реанимации. 14 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких. 8 из которых с коронавирусной инфекцией. 1303 пациента находятся под амбулаторным наблюдением и лечением по месту жительства. К сожалению, я хочу сказать, что на сегодняшний день констатирована еще одна смерть пациентки, погибшая непосредственно от коронавирусной инфекции. Молодая женщина с подтвержденным диагнозом была доставлена из одного из районов республики в инфекционную больницу. Врачам не удалось ее спасти. Она пополнила печальную статистику смертей от ковида. Как уточнили в Минздраве, полностью на прием больных от коронавирусом перешли Ордатовская районная больница, Республиканская клиническая больница имени Сергея Владимировича Коткова, Розаевский роддом. Главный удар приняла на себя инфекционная больница, где находится основная часть заболевших. При этом в Федеральном Роспотребнадзоре назвали дату отмены режима самоизоляции. Ограничения, по мнению чиновников, нужно снимать в середине мая и поэтапно. Это связано с тем, что в это время как раз закончится третий инкубационный период, который покажет истинную картину пандемии в России. Наталья Тюрина, Павел Тлобаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин